Добрый день, уважаемые телезрители, участники сегодняшнего передачи «Точка зрения». Сегодня мы поговорим с нашим экспертом о современных воздушных перевозках. Сегодня в гостях у нас заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Авиасервис» Хустнадинов Заур Динарович. У вас будет возможность задать вопрос и получить квалифицированный ответ. Традиционно первый вопрос – как пришли в профессию, в эту сферу и в чем был связан данный выбор? – Я учился в школе 9-й на Савинском районе. У нас был просто преподаватель по праву, он сейчас в Москве работает. И вот так заинтересовал то, что право, мы постоянно с ним на Олимпиадах участвовали. Потом пошел после этого на РФАК уже к ГУ. А потом в венчурном бизнесе работал. Из венчурного бизнеса болгарские инвесторы меня вытащили в авиацию, когда они создавали здесь авиакомпанию. Они ушли и остались. – А сколько лет в отрасли? – С 2010 года. В этом году 10 лет. – Я думаю, что всем нашим участникам будет интересно. Расскажите, пожалуйста, про Международный аэропорт Казань, про наших авиаперевозчиков, какие самолеты летают и вообще специфику вашей работы. – Международный аэропорт Казань у нас новый. В 2012 году его в ноябре, 1 ноября новый терминал открыли с рукавами, три рукава. Принимает 3 миллиона пассажиров потоков в год на текущий момент. Практически все авиакомпании России присутствуют у нас здесь летают. Также международные компании у нас летают, чешские авиалинии, армянские авиалинии, турецкие. Турецкие вообще там каждый день летают. То есть очень много. 3 миллиона пассажиров поток – это очень крупный аэропорт. Вообще в России, в принципе, наверное, четвертый по пассажиров потоку. Ну, последующий потом Екатеринбург уже даже идут. Достаточно большой хаб. – А сколько примерно в год перевозок осуществляется у нас? – Ну, это 3 миллиона, если поделить, где-то среднем пассажиров 150, наверное, на каждый борт. Вот можно посчитать, в принципе, достаточно очень много. Но в день, там, постоянно, каждый час, не Шереметьево, конечно, там каждые 5 минут взлетает, садится. Но каждый час тут самолет садится, приземляется. А какие есть, ну, традиционные проблемы российской авиации? И с чем они вообще связаны? Вот у нас есть и задержка рейсов, да, и потеря багажа, там, высокая стоимость авиационных перевозок. Какие вот еще проблемы и что делается на сегодня? – Ну, проблема такая общемировая, на самом деле, по поводу цен. Это все связано, в основном, это высокая стоимость обслуживания, это самого аэропорта. То есть, каждая компания за взлет-посадку и за обслуживание пассажиров платит большие деньги. Аэропорты свои цены выставляют, они это, конечно, согласовывают, но они закладывают практически все свои общехозяйственные расходы, и, соответственно, цена уже обслужена очень дорогая. Если, например, взять какой-то аэропорт еще в Магадане, там стоимость будет на порядок выше, чем, допустим, в аэропорту Казани, из-за того, что они все годовые свои общехозяйственные расходы перекладывают. Также топливо с 2008 года, топливо раньше стоило 8 тысяч рублей за тонну, сейчас оно стоит 50 тысяч рублей за тонну. Самолет есть в среднем 2-2,5 тонны в час, ну, вот Аэрбас или Боинг взять. То есть, соответственно, сколько расходов уже на каждый рейс, на Москву слетать, это уже стоимость раньше, 16 тысяч топлива можно слетать, сейчас это надо 100 тысяч перевозчику заплатить. Соответственно, стоимость билетов повышается из-за этого. То есть, это не сам перевозчик, ему вынуждают поднимать цены. У нас авиация, в принципе, живет в российской аэрофлот, живет за то, что ему платят за пролет иностранные компании. То есть, это с советских времен еще осталось, аэрофлот получает роялти от международных авиакомпаний за пролет над Россией. И вот порядка 50 миллионов долларов в год, вот они получают. Прибыль у них составляет где-то в порядке этого. То есть, они фактически в ноль работают и получают только за счет этого живут. Другие компании живут за счет субсидий. То есть, это в Сибири, это субсидия правительственные выдается, тут каждые, все расходы на рейсы, они субсидируются. Ну, фактически, они тоже практически прибыль там минимальная, 10-15%. То есть, в своей компании, они без большой прибыли, то есть, это больше социальная нагрузка. Единственное, вот у нас ЮТР в Сибири представлено, очень неплохо работают, но они зарабатывают на вертолетных перевозках больше. Единственное, такой вот рентабельный бизнес. Потребление топлива? Нет, у них Газпром там уже заказчик, я с Роснефтью. Они там миллиардами там платят, то есть, сколько они выставят, а единственное, кто летает, это монополисты, и они выставляют свои цены уже. Ну, вот, это общемировая такая вот проблема, на самом деле, с топливом. Оно потому что не останавливается, оно все растет и растет. Многие компании, они, там глубина продаж, есть такое вот понятие, да, в авиации. То есть, билеты продаются, ну, допустим, в России это 3 месяца, например, или 6 месяцев, смотря на этой компании. А в Европе там на год могут продавать билеты. То есть, вперед, да? Вперед, да. То есть, ну, продает там перевозчик, допустим, перевод из Казани в Чехию, или в Чехию на следующий год уже билет. Ну, например, на новогодние праздники. То есть, это говорит о том, что перевозчик стабилен, имеет? Ну, они, это то, чтобы, ну, некоторые компании живут за счет оборотки. То есть, они хотят получить побыстрее кэш, чтобы где-то какие-то вещи там заплатить. То есть, некоторые живут за счет оборотки, без прибыли. Вот. И получается, ситуация такая, что топливо повышается, но момент перевозки, они же платят топливную компанию, когда они полетели, а топливо подскочило два раза. Поэтому многие европейские компании обокротились, ну, в том числе, недавно. Как есть, как есть. Хорошо, может быть, у нас уже созрели вопросы от участников. Есть? Девушка, пожалуйста, микрофон. Добрый день. Меня зовут Екатерина. Я студентка юридического факультета КФУ. И я бы хотела у вас спросить про международный авиационный лизинг. Интересная тема. Ну, сейчас у нас в Казани, вообще в Татарстане, таких родных регулярных авиакомпаний не осталось. То есть я представляю чарту на уже компанию, которая по заявке фархтователей, то есть мы фархтовщики, фархтователи. То есть они заказывают рейс, мы вылетаем. Самолеты у нас маленькие, в основном это ВИП-перевозки. И регулярных у нас последняя компания, которая есть, это ИВТ Аэро. До этого была авиакомпания Тарстана, в которой я работал начальником юридического отдела. И мы, вот у нас были аэрбасы в эксплуатации. Эти все аэрбасы были взяты в лизинг у иностранных авиакомпаний. У лизинговых компаний. Ирландская компания, AirCup. Орикс, ирландская компания, тоже крупная одна есть. А Эйвос, тоже американская компания. То есть мы практически с самыми крупными компаниями лизинговыми. Это вот перечислил я AirCup. Это самый крупнейший лизинговый. G-Cass, вот есть компания тоже американская. Тоже у нас два аэрбаса от них было. Лизинг операционный, не финансовый. То есть срок эксплуатации воздушного судна 20 лет. И никакой компании не хочется иметь 20-летний самолет. Все берут молодые, может быть 7-летние, 6-летние, эксплуатируют в 6 лет. И где-то в 12-13 лет их кому-нибудь отдают в какую-нибудь страну другую. Ну, в Африку какую-нибудь. Ну, у нас тоже почему-то было. Но мы старались уже, это Боинги у нас вначале были. А есть средний возраст вообще самолетов у нас по стране? Статистика такая? Ну, у нас достаточно... Или это зависит от перевозки? Это от компании зависит. У аэрофлота, ну, молодые, там, допустим, 3 года, 4, они каждые 6 лет обновляют свой парк. Ну, те воздушные суда, которые 6 лет уже исполнятся, они передают свои дочерние компании. Россия у них есть, там, Оренбургские авиалинии, там, то есть пристраивают их куда-то. Вот, а так срок эксплуатации. То есть, вот мы брали, например, воздушные суда 4-6-летние. Там еще зависит от технического состояния его, то есть мы его оценивали. Человек часов, наверное, сколько? Сколько у него налет, сколько ресурсов осталось у двигателя. Это тоже важно понимать, что будет ли капитальный ремонт. Потому что тоже дорогостоящая вещь. Вот, это все договора. Вот такие вот были на каждый самолет. То есть каждый пункт, вот, иностранцы, они на каждый случай там прописывают, на каждый случай, что бы там ни случилось, там, в ходе страхования, как это все происходит, что мы должны, обязаны там полностью с них снять ответственность. Ну, вот, то есть полностью, полностью регламентирован. Если брать вот Илюшин Финанс, у нас есть российская компания, но они финансовый лидинг только дают, то есть ты обязан в конце выкупить этот самолет. Некоторым перевозчикам это неинтересно. Илюшин Финанс, вот, допустим, ну, у нас законодательство такое российское, у нас все предусмотрено, там, в гражданских кодексах, там, в других законах. И в этом договор, там, грубо на двух страничках, там, поставила. Ну, аренда, в общем, такая. Зачем усложнить? Зачем усложнить? А у них это английское правосудие, то есть в суде Англии, если что там решать, вопрос. У них там договора уже по 100-10 страниц. Вот такая вот. Интересно. Ну, а нам навстречу идут, то есть Россия, в России дают лизинг, то есть вопросов нет, там, единственное условие, нужно депозит делать, либо банковскую гарантию, и воздушный судно двое. Порядка миллиона долларов за каждое. Ну, чтобы вам понимать, воздушное судно где-то 30-50 миллионов стоит, в зависимости от состояния, долларов. Новое? Не-не-не, новое там где-то 70. 70? Да, ну, то есть более-менее. Ну, новое, как бы, только Арафот может взять. Другие компании не могут взять, ну, слишком дорого. Там лизинговый платеж будет очень большой, там, под 400 тысяч долларов. То есть порядок такой, что рентабельно брать этот, ну, перевозчики на чартер берут, это Airbus 320, лизинговый платеж где-то 250 тысяч долларов в месяц. Вот, это, в принципе, ну, окупается, там, вот такие вот вещи. То есть лизинговые компании говорят, дай мне банковскую гарантию на миллион, ну, это, грубо говоря, депозит на 4 месяца. Мы тебе даем воздушное судно. Воздушных судно у нас в мире очень много. То есть они находят, лизинговые компании тебя оценивают, дают. Все, летай. То есть вопросов нет, то есть главное, чтобы деньги были. Вот, вначале. И у нас вот в авиации, вот требования Росавиации. То есть курируют авиацию, и все, Росавиация. То есть все приказы идут от Росавиации. То есть мы должны, это такой позаконный акт. То есть есть Минтранс, более высший позаконный акт. То есть они там вот дают тоже свои приказы. И Росавиация, который курит, там господин Нерадько, руководитель его уже 20 лет. Вот он курирует. И вот он издал приказ такой, что чтобы ты мог летать регулярную авиацию, у тебя должно быть минимум 8 воздушных судов, однотипных. То есть создать сейчас авиакомпанию с нуля невозможно практически. Потому что либо у тебя такой очень сединенный бюджет. То есть раньше можно было, да? Там, да, один, два. Это началась проблема, когда начали банкротиться при компании. И не было резервных бортов у компании. Не было возможности осуществить. Вот, допустим, пассажир сломался в борт, другого нет у компании. Ну вот у нее нет, один только борт. И сказали, все, тогда однотипно должно быть 8 бортов у тебя, иначе ты не летаешь. Порядок привели, да? Да, то есть 8 бортов. То есть в любом случае, они как бы запасили, что пассажиры, кто купил турпутевку или пассажир, в любом порядке улетели. Ну, если бы по вине перевозчика это произошло. Интересно. У меня вопрос с чартерными рейсами. Как обстоят дела? В чем? Многие летают, да, и путевки там, и на отдых. То есть вообще, стоит ли летать чартерными рейсами? Ну, вот видите, это зависит от тура оператора. Говорят, что самые плохие самолеты нет в чартерных рейсах? Нет, авиакомпания летает. На каждое воздушное судно предоставляется сертификат летной годности. То есть каждый год приезжает инспекция, которая проведет воздушное судно, как поддерживать его летную годность, как инженерное обслуживание, техническое обслуживание. Росавиация ежегодно проверяет сертификат у каждого перевозчика. Вот, например, у нас три сертификата. Это авиация общего значения, то есть мы в собственных интересах летаем. Это определенные требования. Есть сертификат на выполнение авиационных работ. Это санитарная авиация мы выполняем на вертолете «Ансад». Это отдельный сертификат, по нему тоже приезжают раз в полгода. И есть сертификат на коммерческое выполнение воздушной перевозки. Это уже серьезный сертификат, его там проверяют постоянно практически. То есть требования там, в том числе финансовые, чтобы состояние было нормальное. А сейчас очень жестко к этому все относится, Росавиация, постоянные проверки. Проверяющих органов у нас много. Это хорошо. Транспортная. Все-таки для авиации. То, что их много. Ну, вначале казалось, что не очень. Потому что они приходили постоянно. Но сейчас вводится такое категорирование на предмет того, что нарушений. Есть зеленые зоны. То есть если ты в зеленой зоне, то тебе пришли, проверили, все нормально, тебя в зеленую зону вставляют. И пять лет к тебе уже никто не приходит. Ну, если это транспортная прокуратура, госавианадзор, транснадзор. Ну, проверяющих по транспорту очень много. Ну, действительно, там труд инспекция проверяет постоянно. То есть тоже... В общем, есть поле для размаха. Да, проверяющих много. Но если все соответствует у тебя, все постоянно, то ты в зеленой зоне и можешь спокойно работать. Еще такой вопрос, достаточно актуальный, важный. Как у нас все-таки работает Санавиация в России, и в частности Республика Тарстан? Потому что периодически мы слышим и знаем, случается стильная ситуация, когда нужно экстренно помочь, либо вывести людей с стольной территории. То есть, вот так вот. У нас наша авиакомпания первого начала эксплуататься в 2017 году вертолет «Ансад» с медицинским модулем. Самый первый у нас появился в нашей авиакомпании. Мы выполняем полеты по Республике Тарстан. То есть это, получается, государственный заказ, что ли? Государственный заказ. У нас там осуществляется конкурс, торги. Мы на них выигрываем. По самой низкой цене мы летаем. То есть в течение года, да? На год заключается контракт, да. Вертолет «Ансад» по заявкам РКБ Республиканской клинической больницы, она заказчик, да. Заявки направляет. Мы вывозим с трасс, например, да. То есть заявки выполняются. У нас 30-минутная готовность. Вертолет стоит в аэропорту «Казань», базировка. То есть врачи приезжают. За 30 минут, через 30 минут вертолет вылетает уже на место происшествия. Вот в том году у нас происшествие было в Нижнекамске. Рывался завод, мы тоже туда вылетали. Возили, перевозили там больных. Ну и периодически из других больниц тоже вывозим. Также у нас есть вертолеты «Робинсон» маленькие. Тоже по заданию РКБ они вылетают. Тоже через конкурс. Вывозим врачей. Допустим, срочно какая-то операция необходима где-то в районе. Пациента нельзя перевезти. Врач приезжает также в аэропорт, садится в вертолет, и мы его довозим. Ну и между регионами в том числе, да? Нет, только Республика Тарстана. А как обстоят дела вообще в этой области по международным линиям? То есть, например, если за границей что-то случилось с нашим соотечественником? Ну это страхование. Это касается страхования. А если человек не застрахован все-таки? Нет, перевозчик обязательно должен застраховаться, иначе он просто не может летать. Ему аннулируют сертификат. Это тоже требование, сертификационное требование к коммерческому сертификату. По России это подчинение вреда жизни – это 2 миллиона 25 тысяч рублей. При подчинении вреда здоровью – это 2 миллиона рублей. За багаж у нас там не очень много. Допустим, если вот Европу сравнить, вот у них за каждого пострадавшего выплачивают семье 250 тысяч. То есть это уже фиксировало? Да. Это каждый перевозчик, каждый перевозчик в российский, он страхует эту ответственность. То есть, когда выполняется внутренний рейс, работает наш Воздушный кодекс Российской Федерации, где 180-я статья, где все прописано, при каждом каком случае. А при международных рейсах уже идет страхование по международным правилам. Это 250 тысяч долларов на человека. За провеждение багажа – 4 тысячи долларов. За задержку рейса – тысячи долларов. За каргой еще 6 тысяч. В претензионном порядке как это происходит? Процедура, механизм получения? Ну, в основном, вначале, конечно, надо направить претензию перевозчику, но это, знаете, вот это противоречие есть между Воздушным кодексом и законом о защите прав потребителей в этом плане. По Воздушному кодексу вроде как надо судебный порядок соблюсти, по месту нахождения перевозчика направлять, там, иск и суды. А по закону АЗПП, в принципе, суды на эту сторону и встают. Можно по месту жительства направлять, и без претензий уже. Ну, вот так могу сказать, что некоторый раз из-за того, что люди не знают и некоторые тоже не в курсе, то, в принципе, всегда надо привлекать страховую компанию, потому что вся ответственность перевозчика, она застрахована. То есть, в любом случае, можно прямо сразу уже можно страховой компании предъявлять. В основном, это у нас у всех практически авиакомпании основная, страховщик – это альфа-страхование. В принципе, можно всегда его привлечь, ну, не ошибетесь. А когда можно уже, ну, как бы, всем это, я думаю, интересно и важно знать, например, ситуацию, да, задержали рейс там на час, на два буквально, на прошлой неделе столкнулся с ситуацией, и человек опаздывает на стыковочный рейс. Вот. Подлежит ли компенсация все эти расходы? Если это единый билет, то есть у одного перевозчика купили единый билет, ну, да, конечно, кстати, у вас, в принципе, и вы когда зарегистрировались, вам дали вот единый билет там до Москвы, например, до Москвы уже другой город, тогда перевозчик вам компенсирует. Обычно это предоставляет вам билет на следующий рейс, обычно Аэрофлот. Если нет, то вам возвращается стоимость билета, компенсация каких-то потерь, там, может, другую компанию выберете, то есть билет на другую компанию, вам это компенсирует. Аэрофлот, в принципе, ну, очень лояльно относится, он и другие рейсы предлагает, все это бесплатно, и ваучер предлагает на питание, то есть они... Это по истечении какого времени? Ну, например, задержали на 2-6 часов, когда в питании, когда водитель... Ну, вот, например, если вот вы вот здесь вот из Казани, в Москву, и, допустим, куда-нибудь в Чехию вы вылетаете, и вы опоздали на рейс уже в Чехию из Москвы, прилетели в Москву, ну, вот, опоздали. То есть подходите к любой стойке аэрофлота, ну, в принципе, или к любому представителю любой компании, неважно, какой, да, вот, вы подходите, то есть говорите, я вот на следующий раз опоздал из-за того, что на другой рейс, вам без проблем оформляет другой рейс, и дают еще ваучер, ну, компенсация. Но если вы получили ваучер, то есть вы уже не имеете права ничего поделять других вещей уже. Ну, тут и такой момент. А что имеется в виду? Ну, задержку рейс, задержку рейс, ну, там вот 25 рублей за час, вот, вы уже не можете претензию направить. 25 рублей за один час, да? Да, ну, вот у нас такой вот воздушный кодекс Российской Федерации. То есть если рейс задерживается на два часа, пишем претензию... На 50 рублей. 50 рублей, да? Да. То есть, ну, не совсем целесообразно, да? Ну, ну, чувак, да, на данном плане, да. А вот если за границей вам задержали, то вы можете получить больше. Сколько? Ну, 4196 долларов. За час? Да вообще задержку просто. А, задержку. Да. Интересно. Там у них другие правила. Ну, международные там. Ну, у нас тоже, вот, знаете, вот растет, допустим, да... Вот я вот про экипаж могу сказать. Вот экипаж раньше мы страховали на 100 тысяч рублей жизни. Вот. Но в последнее время вот довели вот буквально до 2 миллионов. Приравняли к пассажирам. 2 миллиона рублей. Ну, вот за границей давно уже 250 тысяч долларов. Это вот 13 миллионов рублей. Ну, у нас цен жизни не ценится. Ну, понятно, да. Хорошо. У, может быть, у зрителей также назрел вопрос. Пожалуйста, есть микроорганизм? Сейчас, микроорганизм. Здравствуйте. Меня зовут Каламов Ислам. Я являюсь студентом первого курса юридического факультета. И у меня такой вопрос на тему багажа. Вот, чего, каких действий нужно соблюдать, на что надо опираться в том случае, когда ты потерял свои вещи или просто... Ну, потеря багажа, да. Теря багажа, да. У всех авиакомпаний договора по форме яд, это организация по международным перевозкам, заключен с перевозчиками с аэропортами. То есть всю ответственность за багаж несут, в принципе, аэропорты. Это они и теряют багаж, это не авиакомпания. Да. То есть мы к кому претензии пишем? Розыск идет аэропортом. По факту так. То есть вы, например, прилетаете в какой-то аэропорт, видите, что у вас багаж не пришел, вы идете, вот у вас бирка же на билете еще есть, вы идете в службу розыска багажа в аэропорту, пишете заявление, и по правилам они должны вам все найти, багаж привезти вам домой, прям вот по закону у нас вот так вот, да. То есть вы доставляете телефон. Обычно это происходит, если это аэропорт, идеальный, например, берем, да, они подчерклили. Нет, это не реклама. В течение суток, в принципе, двое суток они нам доставят багаж. Ну вот у них проблемы были в том году, если помните, там этот, грузчики быкотировали Шереметьево в апреле месяце, то есть у них из-за этого проблемы с багажом по всей России были. То есть самолеты без багажа улетали там в регионы. Ну, вроде там решили вопрос. А случай потери багажовой суммы назвали? Фиксированной у нас, получается? Вот тысячи. Вне зависимости от предметов, которые находятся. Ну, в России это 21 тысяча рублей за багаж. Максимально? Да, вот 21 тысяча рублей. В Европе это 1000 евро, 1100 евро, долларов за багаж. Вот имейте в виду. Раньше было 600 рублей за килограмм. Надо было доказать, что у тебя там что-то. То есть когда кладем что-то ценное, всегда помним, да, сумму для компенсации. Да, 21 тысяча рублей по России и 1000 долларов по миру. Вот так. Ну, так, в принципе, аэропорты должны разыскивать. Ну, в редком случае, конечно, там теряется. Это уже там, когда там наклеивают этикетки, то есть иногда там, может быть, этикетка какая-то потерялась, но действительно уже никак не идентифицируешь этот багаж. То есть они там уже где-то на складе где-то, видимо, и пропадут. Ну, бывают такие случаи. То есть смотрите, чтобы на багаже, там вот этикетки, которые с кислой с разной стороны, они очень важны. Чтобы не обстрелились, да? Да, они иногда просто сверху прикрепляют, они открепляются. А ручку иногда отрывают. Пока кидают, да? Или кладут? Ну да, они же иногда видели видео, когда там, аэропорту там. Но у Арафлота, между прочим, у них есть контейнеры, сейчас новые системы идут в самолетах. Это дороже немножко системы. То есть они в каждом аэропорту должны сейчас делать. Ну, это во всей Европе практически уже так. То есть не лента поднимает уже этот багаж, просто они кидают в какой-то повозке. У них есть контейнер. То есть они в контейнер, и он закрытый контейнер, поднимается и загружается уже в грузовой отсек самолета. То есть более... То есть современные самолеты, они уже... Этот вопрос уже решен. То есть там багаж уже никак не потеряется. Интересно. У меня тогда еще один такой вопрос. Наверное, уже заключительный. Что делать гражданам при банкротстве авиаперевозчика? Не важно, там улетел в другую страну или просто приобрел билет, еще не вылетел. Вот недавно, да, события были с французской авиакомпанией. Ну, был там в сентябре, да, последняя компания, которая банкротилась. Ну, там проблема между акционерами там тоже была такая. Но это не показатель, там это, в принципе, спор акционеров, это другой вопрос. То есть это как дальше политику вести, там смена директоров. Это, ну, такая проблема корпоративная. А в основном, конечно, перевозчики, когда знают о банкротстве, то есть есть признаки банкротства, уже понимание, то есть ты не можешь платить, то есть выручку тебе не спасает, какие-то долги, кредиторская нагрузка, то есть ты уже понимаешь, что ты не можешь. Порядочные компании, ну, как TransAire у нас была, они предупредили, что вот такого вот числа, 31 декабря, они за последний лет завершают, больше они летать не будут. Они полностью выполнили свои обязательства перед пассажирами и, по-моему, получено закрылись. То есть всех они, получается, доставили, и билет уже не продавали, правильно? Больше не продавали, да. Порядочно. Просто закрылись, да, спокойно закрылись. Никаких проблем не было, всех вывезли, все перевезли. В принципе, все компании, которые остались у нас, последняя компания, которая банкротилась год-два назад, Vimavia, в Собах она зарегистрирована была, оказывается. Вот. Она банкротилась немножко непорядочно, то есть она неожиданна. То есть пилоты просто зарплату пилотам начали не уплачивать, и задолженность до сих пор еще есть. Транспорт, который наш этот вопрос решает. Пилоты просто не вышли на рейсы, ну, и, соответственно, комп сразу образовался, и компания учредителей покинули Россию, вот, и уже пассажиры некоторые не смогли вернуться в Россию. Кто-то потерял, да. А кто их вывозил? Там правительство, это каждый вопрос такой решается через правительство. То есть это индивидуальный вопрос всегда? Или есть уже главный вопрос? Как делается при банкротстве у нас в России? То есть созывается комиссия в правительстве на базе Минтранса, может быть, Российской Федерации, и говорят то, что вот давайте, какая компания будет вывозить. То компания мы закроем, платим, заключается договор между Росавиацией и авиакомпанией по вывозу вот этих пассажиров. То есть правительство всегда спасает наших пассажиров и вывозит. Единственное, это вопрос времени, конечно, нужно согласовать договор, заплатить перевозчику, чтобы он вывез. Но многие компании, вот Аэрофлот либо там С-7, они всегда идут навстречу, ЮТР, они... То есть там Росавиация компенсирует только реальные издержки, которые были, но все навстречу идут и готовы вывезти. То есть такой клич кидается Росавиация по всем, кто может вывезти, кто-то там Уральские овели не всегда тоже помогают. Это вот несколько случаев по банкротству, когда вот было, так вот происходило. То есть субсидируются рейсы. Правительство выплачивает деньги наши. Помогает. Но это тут проблемы с штуроператов еще есть, там вот некоторые тоже банкротства, но это уже проблема наверное другой темы для разговора. Уважаемые участники, есть ли еще вопросы? Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Гали Аскар, студент юридического факультета. Хотел уточнить, вы же занимаетесь получаться правовыми вопросами в компании. Хотел у вас узнать, с какими трудностями вы вообще сталкиваетесь в работе и хотел бы у вас узнать, если бы у вас была такая возможность, чтобы вы улучшили вправе на данный момент, ну, допустим, касательно авиаперевозок. так, ну вот могу сказать, что вот я вот недавно объявлена была регуляторная гильотина, премьер-министром бывшим нашим, да, Дведевым, я его телеком поддерживаю, многие старые законы в авиационной отрасли есть. А что это означает, давайте, чтобы все были на одной стороне? То есть у нас на текущий момент действует очень много законов, приказов СССР, государства, которого нет. Они еще действуют, вот, и все на них работают, то есть требования до сих пор действуют. Вот, много законов, которые тогда были приняты, они были приняты в соответствии с действующими тогда законами. Вот, например, могу привести пример по трудовому законодательству. Есть такой приказ, номер 50 Министерства Крымской авиации СССР 82-го года. В свое время отпуск у нас был 14 календарных дней по Трудовому кодексу СССР, ну, там, к ЗОДу. Вот. 14 дней, сейчас это 28. А вот у нас по данному приказу, в связи с тем, что 14 календарных дней отпуска, соответственно, получают еще 14, еще основного отпуска дополнительно и еще плюс дополнительный отпуск в зависимости от налета. Соответственно, он где-то отдыхает, там, в году он должен где-то под 90 дней, соответственно, с этим приказом. Да, в выходные отпуск должен быть. Мы обязательно должны ему предоставить отпуск. но, в связи с дефицитом пилотов на текущий момент, да, приходится и так больше. Эта проблема становится такая, что нам необходимо нанимать иностранных уже пилотов. А не было ли запрета, по-моему? Ну, вот сейчас опять, здесь 1 января опять разрешили уже там дополнительно принимать уже иностранных пилотов. Там только единственное медкомиссия надо пройти, но, в принципе, уже можешь там уже договора можно заключать практически бессрочные. Вот. Эта проблема есть, и никак ее никак не решить, потому что профсоюзы пилотов тоже очень хорошо работают, пытались отменить этот приказ. И таких приказов очень много, на самом деле, которые регулируют нашу отрасль. Вот. По ним приходится завышено немножко требования, которые в тот момент были такими, там, нужными. То есть, это из-за этого и же цены тоже растут. Аэропорты должны соответственно какие-то структуры дополнительные иметь, которые, в принципе, без них можно было и обойтись. Но, соответственно, без приказов всякими нормативными актами СССР мы должны вот это все исполнять. Соответственно, цены большие. Вот, дай бог, это все, конечно, все реализуется. Пока создались только комиссии, изучаются, какие нормативные акты оставить, какие заменить. Ну, я так думаю, что посылы Медведева, я так думаю, что что-то изменится. Вот эта проблема основная, в принципе, старые законы, которые вот есть. По-новому, ну, это общемировые какие-то проблемы, топливо, там, дорогое топливо, но это везде рынок растет. Пока единственные способы, которые, это новое, современное воздушное суда убрать, которое, допустим, позволяет экономить топливо. То есть, это уже от техников зависит. А так, что-то на текущий момент, конечно, что-то изменить, улучшить. все вроде работаем. Слава Дмитриевич, поблагодарим вас за участие в нашей передаче. На этом мы завершим. Спасибо вам большое. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok